Ну что, друзья, я всех приветствую! С вами Эрчик, Рикуда и команда Моргеймс, и сегодня мы вновь собрались в CS2, чтобы показать вам новые баги, которые были найдены в этой игре. Так как наши прошлые ролики дали плоды, и Valve всё-таки пофиксили множество багов, которые мы показали. Ну и также, конечно, некоторые не пофиксили, но, тем не менее, мы продолжаем сегодня нашу работу, потому что мы хотим, чтобы наша игра стала идеальной. Соответственно, сегодня мы покажем вам, покажем Valve, собственно, что нам удалось найти за последнее время, что ещё осталось в игре. Но мы не будем повторять то, что было в прошлых роликах, сегодня будут только новые баги, поэтому надеюсь, Valve всё-таки пофиксит всё, что мы сегодня покажем. И, ребят, давайте начинать! И прям в самом начале, как назло, лично у меня произошёл баг. У меня просто ни с чего зависла вебка. И, к сожалению, я это заметил почти в самом конце. Поэтому я дико извиняюсь за это. Мне, честно, самому было очень обидно, когда я об этом узнал. Что ж, первый баг у нас будет находиться вот в этом месте, рядом с БМ. Мне нужно два тиммейта. Один подсаживает вот тут. И нужен всего лишь один отскок. Готово. И можно так оборонять Б-поинт. Можно под себя смачок ещё дать. И тогда, я думаю, точно никто уже эту позицию чекать не будет. Нет, ну это очень неожиданно просто. То есть, если выходить сюда, ну ты посмотрел гробы, посмотрел снизу, тебя уже вот здесь убивают, пока там снизу прочекиваешь. Это супер неожиданно. Сто процентов надо такое фиксить. Ну, делается довольно-таки просто. Ну да. И быстро это видно было. Это факт. Следующий очень жёсткий баг находится тут. Мы залазим на бочки. Тоже снова два тиммейта. То есть, это уже изотеров можно сделать. Да, это уже изотеров. Нам нужно, чтобы Эрчик сделал отскок и встал. И я сейчас перекочусь на маленькую текстуру. Всё, все могут слазить. Фига. Это значит кто-то, если пойдёт перетягиваться по банану. Что? Я думаю, что он охереет на самом деле. Ещё тебе эти фонарики немного скрывают. Угу. Тебё всё равно, конечно, видно, но они так мешают немного обзору. Это очень неожиданно. И то же самое в другую сторону, если посмотреть. А, ну-ка, дай-ка тоже, да, посмотрю. Типа, если знаешь, взять за КТ запушить, дать смок, быстренько туда подсадиться, то всё, банан закрыт. Это, конечно, менее юзабельное, то ещё более жёсткое было. Но всё равно, этому найдётся применение. Прикольно. Ну, следующий баг не такой жёсткий, как прошлый. Тут нужен всего лишь один тиммейт. Он должен нас подсадить вот тут. И мы просто запрыгиваем вот сюда на окошечко. Ну, такой ситуационный баг. Может быть, кто-то будет продвигать. Ну да, это если по мету, знаешь, там будет проходить, уходить на Б. Ну, то есть заходить сначала на А, потом на Б. Ну, и тут частенько кто перетягивается, и это вообще не кондрится, будет никак. Ну да, если получится прям словить такой тайминг, то что там кто-то сюда пойдёт, то да. Это, конечно... Тут никто не чекнет. Это миллион процентов. Ну, и на лонгу есть очень крутой буст. Нам уже снова два тиммейта. Только тебе нужно встать повыше немножечко. Вот это уже интересно. Мы сегодня будем частенько по крышам лазить. Опа-на. Фига. Вот тут уже неплохо можно принимать так противника. Ну-ка, подожди, я хочу с этой стороны. Тебя ещё этим чуть-чуть закрыли. Там вообще, не знаю, ты сливаешься с... Да, 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 с деревом. С деревом совсем вообще сливаешься с окружением. Правда, ты когда даже пикаешь... Попробуйте, реально, выйдите отсюда. Ты когда выходишь, смотришь просто в центр экрана, ты его даже не видишь. Ну, просто... Ну да, он просто деревом закрыт вот этим пушком. Да, да, да. Он прям сливается с местностью вообще. Если просто прицел смотреть, ты даже сразу и не обратишь внимания. Ну, это прям люто. Во-первых, это позиция такая, ну, в которой ты можешь вообще всех убить. А во-вторых, тебя ещё и не видно. И самый сложный буст на Инферно у нас находится вот в этом месте. Нам нужно три тиммейта. Двое из них становятся вот сюда. Так. Это уже что-то, я так понимаю, будет похоже из CSGO. Ну, почти. Сейчас ты увидишь, куда мы полетим. Только вам нужно максимально вон в ту сторону отходить. Там куда-то вот сюда, по-моему, можно было подсаживаться на окно. Да, но сюда можно было, но уже нельзя, к сожалению. И мне нужен ранбуст вот отсюда, по этим плиточкам. Фига. Опа-на. Жестко. Вот такое вот. Это очень сложно, на самом деле. И очень красиво, наверное, со стороны выглядит. Ну, да, это было. Я вообще думал, что ты куда-то вот сюда вот будешь прыгать, на самом деле, изначально. Нет. Я даже не думал, что мне нужно будет камеру куда-то влево поворачивать. А, там ещё и можно этот выход, получается, отсюда смотреть. Да, отовсюду. Ну, это нужно, конечно, вот здесь проходить. Здесь, конечно, мало кто будет выходить. Но в любом случае, если человек сюда выйдет... Кстати, ты опять смешиваешься здесь как-то немного с этой... А, тут просто темно. Да, просто очень тёмная такая текстура. И ты, опять же, немножечко пропадаешь на фоне всего этого. То есть, в принципе, это ещё не сразу так обнаруживается. Особенно, воу, здесь вот вообще у тебя вот буквально голова... Если ты на контрл сядешь... Ну да, тебя почти там не видно. Всё равно, чуть-чуть, конечно, голова выделяется, но вот ноги... Прям, не знаю, прям какой-то засвет идёт. У тебя какого-то плохо видно из-за него. Ну и вонг тоже вот тут. Там ещё и... Да, ещё и вонг. Это прям вообще во все стороны просто на плент невозможно будет пройти, если это сделать. Ну, только если вот здесь вот будет проходить, то, наверное, ты не увидишь. Прям вот так вот, да. Ну, зато тут встречу снизу. Ну да, в любом случае, через себя придётся пройти. Прикольно. И это всё на Инферно. Ну и хочу отметить, чтобы Valve эту карту очень хорошо сделали. Тут я смотрел в программе, действительно, клиппинг на очень высоком уровне. Буквально самые маленькие там фонарики, ещё какие-то детали, всё заклипано. И, собственно, поэтому так мало багов. Ну, зато каких. Но они прикольные, в любом случае. Но даже не похожи на Valve. Они обычно всегда, когда карту какую-то делают, у них миллион багов. Особенно вот реально, когда карта именно от них. Походу, они всё-таки кого-то себе наняли, кто всем этим занимается. Ну, потому что раньше у них реально вот таких багов было просто миллион. Ну да, тот же Эншет. Ну, поехали тогда на следующую карту. Давай, поехали. На Уверпассе начнём с очень жёсткой подсадки. Где нам... Да ёбаный поезд! Всё, проехал, продолжай. Где нам понадобится вся команда. В общем, первый тиммейт подходит в этот угол и поднимается чуть-чуть выше. До упора. Стоп, 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 стоп. Найс. Тигай его. Нет, не до такого упора. Что-то он повиснет. Что-то произошло. Что ж, он приподнялся чуть выше, теперь мы по очереди на него залазим. Опять этот поезд! Садись. И нам нужно вчетвером сюда залезть на него. Вчетвером? Вчетвером, да. Только я должен поменяться местами. Так, и я залазлю последним. Так, теперь мы подпрыгиваем. А ты садишься. А ты залазишь на него. И упирайся в угол. А ты проходи на его место. Это уже вон ли жестко на самом деле. Так, ща, мы должны поменяться местами. Проползи под меня. Просто что это за... Зан, еще, еще. Во, все. Ну и нам нужен всего лишь двойной отскок. Готово. Ну это достаточно быстро получилось. Ну и все, идите на Б. Опа, она. А, ну это кто будет стоять на бочках, это просто до свидания. Подожди, я за наблюдателей зайду. Бочки, часть сайта, девятка. А, девятку еще, да, видно. И холпу могу подцепить так немножечко. Ну да, тут уже, конечно, ты укатываешься, придется аккуратненько там пикать. Потому что ты влево, если делаешь, то ты падаешь по чуть-чуть. Это, так скажем, аналог старой подсадки, которая была тут. Ну да, что-то такое было и в CSGO. Там несколько было таких вот интересных. Но, собственно, вот такой красивый внешне, наверное, необычный буст. Сложный, конечно. Здесь проблема в чем? В том, что нужно просто потолок там сделать. То есть просто перекрыть. Да, просто перекрыть, чтобы... Да, то есть по клиппингу просто нужно закрыть эту дырку, чтобы нельзя было так высоко вылазить. Там чуть ли не за пределы карты можно. А эти балки еще и прозрачные, к тому же. Было бы слон, если за них встать можно, конечно. Но видишь, Valve это все-таки предусмотрели. И отключили коллизию. И перед тем, как мы продолжим, друзья. Я предлагаю переместиться на замечательный My CSGO и открыть сегодня, пожалуй, мой любимейший кейсик. Это, конечно же, кейсик Сквидварда, который давненько, давненько, может, не открывали. Поэтому давайте сегодня исправлять это дело и сразу зарядим его, конечно же, 10 раз на 22 тысячи. И посмотрим, посмотрим, что нам отсюда выпадет. Так, МК... Опа! СГ плата за риск. Слушайте, неплохо. Неплохо нас сегодня этот кейсик встречает. Но я все-таки хочу это продать и попробовать еще раз. Я хочу достать что-нибудь... Что-нибудь еще жестче! Например, АВП Шелковый Тигр или ССГ Жало Смерти. Слушайте, тут много чего интересного нападало. И вот это я уже оставлю. Я уже не буду жадничать, реально там продавать, пробовать еще. Мало ли мы сейчас весь баланс сольем. Лучше остановиться и забрать вот эту вот годноту. А вы, друзья, можете забрать вот такую вот годноту. Один из четырех скинчиков, который мы прямо сейчас разыгрываем совместно с My CSGO. И чтобы забрать один из них, вам всего лишь надо активировать вот такой вот замечательный промокод MM, который пишется на русском языке. И, во-первых, он даст вам аж плюс 35% к пополнению. А, во-вторых, активировав его, вы автоматически принимаете участие в этом топовейшем розыгрыше. Результаты которого будут известны, кстати говоря, уже меньше, чем через недельку. Поэтому этот код и, собственно, саму ссылочку на сайт я, конечно же, оставлю в описании. Собирайте годноту. Всем желаю удачи. А мы продолжаем. Мы в коннекторе. У меня в руках молик. И это время для баганных гранат. Прижимаемся в этот угол, целимся и кидаем вот такой вот молик. И летим наверх. А куда он? Вот сюда. А, нифига. Ну, кстати, я видел то, что здесь много раз занимали эту позицию. На самом деле, если там кто-то сидит, и ты знаешь, что, например, в прошлом раунде кто-то здесь сидел, можно такое накинуть. Сейчас еще раз. И он прям хорошо дамажит, да? Ну да. Здесь просто прям идеально дамаг проходит на всю эту область. Прикольно. Так просто кто-нибудь с коннектором может всех холпануть и эту гранату накинуть. Да. Это неадекватно, конечно, то, что вот так вот это работает. Как это? Подожди, давай я твою лису покажу. Да. Чтобы можно было пока использовать, пока это не пофиксили. Я думаю, 100% кто-то найдет для этого применения. Ну, лайнап простой. Прижимаемся в угол, садимся и целимся примерно вот сюда. Вот получается вот в это перекрестие. Ну да. И вот такая почта. Еще и делается легко. Да. Не, прикольно. На самом деле, там реально много кто занимал позиции. Ну, раз мы начали тему баганых моликов, то, я думаю, многие помнят с CSGO. Еще можно просто с ПКМа дать обычный молик. Вот на вот эту красную штуку. Чуть-чуть не так получилось. И вот это уже правильно. И посмотри, какая большая площадь выгорания. И самое главное, он практически моментально активируется. Типа, тут противник идет, он даже не успеет опомнить, что произошло. Ну да, таким образом в банк не пройти. Или кто-то просто банк занял. Ну да, как обычно, что тут как раз-таки занимают. Ну да. Например, на выбивании за КТ, когда бомба уже стоит, ты просто подбегаешь сюда, накидываешь молик на всякий случай, чтобы себе дорогу в банк расчистить. Тут прям, да, тут прям очень жестко. Такая площадь огромная загорается. Я так понимаю, что на плент такого нет. Естественно, вот это вот пофиксили, да? Там же тоже можно что-то накидывать. Да, я искал, искал. В итоге тут что-то ни в какую вообще. Да, то есть здесь они по-любому это все прям пофиксили сразу же. Потому что в CSGO такая проблема была. Можно было с девятки поджечь пленты. То есть просто человеку невозможно было раздифузить. И причем его и потушить, наверное, было бы нельзя. Потому что нужно было тушить то, что вот там вот внизу было бы. Горело. Но тут они такого не допустили. Но допустили вот такое. То, что на банке все равно можно это сделать. Ну и напоследок, я думаю, можно вспомнить All of Boost. Находится в этом месте. Они подняли высоту потолков на Асати. Так что теперь вот можно наконец-таки тут нормально прыгать. Потому что, если вы помните, в CSGO вы тут бились башкой. И благодаря этому тут можно теперь прикольно бустануться. Мне нужно два тиммейта. Сядьте сюда. Один. В принципе, если натренировать, то можно со спауна быстренько вот сделать такой буст. Сделай. Отсколок сделай. Вот так быстренько встать. И что мы отсюда видим? Ну, во-первых, те, кто будет проходить с тест-спауна. Подожди, дай-ка я сразу от тебя посмотрю. Вот, можно попробовать словить кого-то там. Вот так вот. А где это они пробегают? Подожди, дай-ка посмотрю. А, ну вот здесь получается. То есть, прямо вот здесь по базе, если ты бежишь, можно кого-то поймать. Да. И можно взять Скар и просто нашить там толпу, например. Да, да, да. Но это еще не все. И самое прикольное, то, что те, кто будет перебегать в коннектор, тоже можно будет увидеть. Ну, то есть, из коннектора или в коннектор заходить? Да, ну, ближе к шарикам, конечно. Там, где лавочка, вот так вот. То есть, такого в CSGO не было. Это довольно-таки прикольно. Ну, да. Тут прям высота очень большая, так что можно нормально так поймать. Но это прям полезный такой буст. Вот здесь, конечно, им нужно как-то опустить потолок в этой зоне. Кстати, мне кажется, в каком-нибудь проматче мы можем такое увидеть в будущем, если они это не исправят. Мне кажется, это очень юзабельная штука. Я не знаю, конечно, вообще разрешено ли у них такое, но, по сути, это просто тройной буст. Ну, да, нет никаких пиксельволков и так далее. Да, это просто недоработка игры, это функция, по сути, игры. То есть, тебе дают это сделать. Это не так, как там, то, что можно было на пиксель подсадиться. Тут просто тройной буст, но очень имбовый. Его надо по-любому фиксить. Что ж, на оверпассе самое интересное мы показали и погнали теперь на Анубис. Давненько мы бомбстаков не показывали. И на Анубисе, прям вот недалеко отходя от тест-пауна, можно так вот подойти вот сюда вот. И ловким движением руки, не с первого раза, извините, где она? Вот так вот выкинуть бомбу. А, ну то есть просто, я думал, там прям как-то сложно это будет. Нет, тут вот, она вот тут валяется внутри здания. Да реально, давно уже это не показывали. На самом деле, такие баги стоит показывать, чтобы их исправляли. Он довольно-таки легко, кстати. Потому что кто-то, знаешь, тайком просто это найдет и будет ходить так катки руинить. Лучше пусть об этом узнают все, чтобы это как можно скорее пофиксили. Но руинеров все равно, мне кажется, полно в этой игре. Что ж, возле меда есть вот такой вот канальчик с водой. С водой непростой, а, конечно же, баганный. Для бага нужно, чтобы на вас залез тиммейт и прыгнул. Так. Сейчас. А вы должны подпрыгнуть за ним в последний момент. Готово. Ты чуть-чуть приподнялся. Это что за черепашка? Это выглядит забавно. То есть у тебя вообще скорость... Ты быстрее даже... Да, да, да. Ты даже быстрее, чем просто ходишь. Такой забавный баг. Что это такое вообще? Как это вообще работает? Почему ты еще ускоряешься? Ты как будто не знаю, как на каком-то серфе. Но я стрейфлюсь. Я стрейфлюсь, потому что... А, это как серф какой-то, да, работает? Да, да, да. То самое можно сделать и вот тут. Ну-ка. Просто каким-то баганым прыжком делается. Что с тобой происходит вообще? Ну вот, видно, как ты поднимаешься от этого прыжка и... И погнал, молодой, в забег! Блин, вот здесь вот, прикинь, просто так байтить. Просто череп байтит. Второй на снайпе стоит. Просто ждет, пока противник какой-нибудь выйдет. Саплента запушит. Пусть и не попадет и просто... Нормально. Насадкасанию круги. Блин, прикольно. Я считаю, что вот это фиксить не надо. Это фишка игры уже. Сейчас будет довольно-таки прикольный баг. И чтобы ты понял его суть, тебе лучше зайти за наблюдателей. Так, я здесь. Ваш тиммейт подсаживает вас вот тут вот. Вы подпрыгиваете. Чуть поближе подойди только. И... Опа. Офига. Ха-ха-ха. Что? Небольшая дырочка. Да, и пуля летит через три измерения. Собственно, в плент. Угу. То есть можно, по сути, поставить туда куда-то бомбу? Затем, и отойти в эту канаву, просто спрятаться? Да. Даже с другой стороны будет видно. Вот подсадите меня еще раз. Получается, пуля может доходить аж он до туда. Угу. Не, ну это прям жесткая такая недоработка на самом-то деле. Ну это реально можно под установку прям идеально. Ну да, тут очень широкое пространство есть довольно-таки. То есть он, если запойнтить куда-то вот сюда, ну... Ну да, прям самоубийство. Есть вероятность, что он, конечно, сможет. Ну, можно для подскоковки к аутимейта сюда поставить. Так, ну это все равно будет очень забавно, что у тебя вот... Вот пуля, получается, осталась. Чистые стены вот так вот убивают. Вроде такая маленькая дырочка, на самом деле, насколько она жесткая. Насколько она может сломать игру. Так, мы на Насте втором, и тут будет сейчас очень жесткий бут. Делаться он будет довольно-таки уникальным способом. Нужно, чтобы кто-то сел вот тут вот. Да, примерно так. Эрчик, залазь на него. И проходи немножечко на меня. Не, а ты, наоборот, ближе к стенке. Я должен к тебе стакнуться. Мне нужно поднять его буквально на пару юнитов. Но это довольно-таки трудно. Я поднялся. Опа-на. Готово. Теперь нам нужно, чтобы кто-то заранбустил нас на него. Отсюда. Ай, с первого. И еще кого-то. Еще туда? Да. Так, и нужно на сколько один? А может даже два? Готово. Ой-ой-ой, что со мной? Я немножко не правил. Нет, я тут должен стоять. Заново. Давай по новой, Миша. Хуйня. Готово. Ну и все. Этот буст не был возможен в CSGO. Потому что не было стака. Вот он мог не мог. Ну вот так вот нельзя было, да, сделать, понятно. Ну там тоже было открыто, да? Можно было туда. Да, там тоже было открыто, но только сноуклип. А теперь это реализуемо еще и CS2. По-настоящему. Нормально. Это, конечно, слишком жестко. Ну, сложно сделать, конечно. Да, но зато как красиво все выглядит. Ну да, но по сути все, что нужно сделать, это просто вот исправить наконец-таки этот баг с подъемом тиммейтов и вот этих вот взлетов. Просто когда можем улететь. Это все, что нужно исправить для того, чтобы вот это не работало. И многое другое. Но мы к взлету тиммейтов еще сегодня вернемся. Так, спойлер. И на DASI втором это, собственно, все. Все, это, наверное, последнее, что тут можно было сделать. Все остальное мы уже показали. Эта карта уже достаточно идеальная. Ну, все равно, да, были здесь баги. Ну, мы не соврали, когда сказали, что Valve фиксит баги. Потому что вот этот баг на перекладину был спустя очень долгое время пофиксен. Он, по-моему, с 20-го года. Он еще в CSGO, он еще в CSGO уже работал. Да, он-то в CSGO все, как бы. Ну, потому что его в проиграх стали, кстати, юзать. Да, ну, в принципе, дадим им возможность снова поюзать. Сюда остановитесь кто-нибудь. Один и второй. И нужно, чтобы еще кто-то туда подсадил. Так, тек, тек и тек. Да, все равно. Какой-то уголок, короче, остался, да? Да, но уголок уже не милитарической балки, а вот этих желтых штуковин. Ага, ну, я понял, да, я понял. И отсюда видно девятка. Ну, как и раньше практически. Только поинт перестал быть виден. Тут чуть-чуть хуже, да, обзор. Но все равно, в принципе, рабочая тема. Ну, и делается плюс-минус так же, как и было. Ну, да. Так, ну, противовес этому багу есть другая подсадка. Вот тут вот находится. Это, так скажем, альтернативная замена девятки. Вот тут вот такой бустик чистый. Скромненький. Ну, на него можно вообще в СОО залезть. Только в СОО тут падать придется много. Опа-на. Ну, так. Ну, это на самом деле прям неожиданно будет там, наверное, увидеть. Хотя, с другой стороны. Ну, все будут префарить другую же позицию, верно? Ну, да, ты выходишь на голову сначала, и потом девятку ты ждешь вот здесь вот, как бы, а не вот. Ну, да, это будет работать, мне кажется. Чуть-чуть, но на один раунд, так скажем. Ну, да, понятно, что это действительно только на один раз, но все равно это такая грубая, скажем, недоработка. Ну, и все баги у нас сегодня на АСАТе получаются. И последний довольно-таки опасный находится вот в этом месте. Не рекомендую его повторять, потому что, видите, что может произойти. Опа. Аааа, что это было? Ты видел это? Да, 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 там что-то застряло, и ты упал. Опа. Забавно, забавно, конечно, что сюда можно залезть. Причем еще звук такой металлический был, как-то упал. Просто плюхнулся, непонятно на что. Это, кстати, да, тоже вопросик, на чем я вообще стою, как я держусь. А если на тебя потом еще спрыгнуть? Ну, можно вполне попробовать. Так, и отойти, например. Ну, слушай, если кто-то на цемент пройдет, в принципе, можно словить. Но это маленький шанс. Ну, да, это бесполезно. Да, это почти бесполезно. А если тройной будет, подожди-ка. Дай я встану вместо тебя. Давай, а я на тебя. О, вот это, кстати, мне кажется. Ну-ка, встаньте кто-то. Ну, кстати, вот это вот уже такая прикольная штука. Ну, все равно это маловероятно, что в игре получится повторить. Потому что сюда вот сложно приземлиться, как я понял. Да, больно-таки. Еще можно все вместе плюхнуться. Да, очень легко можно упасть от малейшего движения. Ну, мне кажется, вряд ли Valve это будет исправлять. Если они какие-то очень легкие баги не всегда исправляют, то это вообще можно забыть. Мне кажется, это точно они не будут править. Ну, и тогда поехали на последнюю карту Ancient. Да. К сожалению, я только сейчас заметил то, что у меня зависла вебка. Еще раз хочу за это извиниться. Это реально, конечно, печально, печально, что так вышло. Ладно, давайте продолжать. Что здесь? Что на Ancient? Ну, на Ancient, к сожалению, у нас немного. Но здесь есть довольно-таки классный буст. Нам нужно два тиммейта. Тебе нужно встать в угол, но немножко отойти на него по диагонали, на меня. Вот так вот, да. А здесь нужен двойной отскок. Опа-на. Что со мной происходит? Почему я? Что это вообще? Так. Ну, как? Я хочу вас с меда глянуть. Не, вон оттуда лучше глянь. С Б-сайта. А! Нихрена себе это откуда ж? Какой обзор у тебя там? Ай, даже здесь видно! Кого? Нет, ну если кто-то здесь будет проходить... На всю карту обзорчик. Да, это жестко, конечно. Но это очень сложно сделать. Мы можем еще попробовать выше чуть-чуть запрыгнуть. Не, не получилось. Ну ладно, вот сюда, короче, еще можем чуть выше. И вот тут уже прям ходить можно. Ну это сложно, там, скорее всего, ты упадешь. Но можно. Это не только мид здесь можно поубивать, еще и те, кто в пещеру там будет ходить. Да. Сюда на подъем. Это люто. Ну и последний на сегодня баг вам уже будет немножко знаком. Вам нужен один тиммейт. Он становится примерно вот сюда. Мы немножечко в него залазим. Вот таким образом. Ну и улетаем отсюда, собственно. А насколько высоко? Вот сюда. Теперь мы перепрыгиваем сюда. Это еще не все. Иди дальше. И вот тут подсадочка напоследок. Оба. Все. Теперь это точно конец. Это первый выход за карту вдвоем, получается. Да. Сразу вдвоем. И тут это самая высшая точка инс, что, наверное. Ну да. И отсюда почти все видно. Да. Это, наверное, делается быстро очень. Видно, как мы моментально. Ну и при этом уже отсюда можно куда угодно пойти, собственно говоря. Можно уже бродить по всей карте. Да. Но я надеюсь, что Valve это все-таки исправит, потому что... То есть сколько это уже месяцев? Уже это исправит. Понимаешь, что там месяца три уже, наверное, от прошлого ролика прошло. До сих пор не пофиксили. Эти взлеты с тиммейтами и бусты вот эти вот все странные. Да. Так скажем, вот такой гвоздь программы напоследок оставили. Это прикольно, да. Что с этим багом только нельзя сделать. Это же вообще жесть. Да. Куда летим? Высоко. Ну, пока ребята взлетают. Друзья, я хочу сказать спасибо, что вы посмотрели этот ролик. Надеюсь, что Valve действительно все... Надеюсь, что они вот это вот исправят, потому что насколько можно. Это охренеть, куда вы взлетели. Надеюсь, вам понравился этот ролик и надеюсь, что ребята старались для вас не зря. Не зря все это искали. Обязательно поддержите нас, поддержите ребят лайком и, конечно же, подпишитесь на канал Рикуда. У него очень много интересных роликов выходит, много багов. Соответственно, таких и не таких. Ну, действительно, много чего на его канале вы можете найти. Поэтому ссылочка на него будет в описании. И, конечно же, подписывайтесь и на наш канал, если вы еще не подписаны. И, напоследок, рекомендую посмотреть наш прошлый ролик. Он получился очень клевым. Если вы его не видели, обязательно гляньте. Что ж, а с вами был Рикуда, Эрчик, команда MoreGames. Всем желаю удачи и всем до скорых встреч.